Да! Итак, мы входим в музей Пресни. Сегодня этот музей называется историко-мемориальным, но в советское время он назывался историко-революционным и относился к той серии музеев, которые рассказывали о памятных местах прозвенционного движения. Музей Пресни – это музей, который был основан в 1954 году. Возможно, на подходе к музею мы увидели небольшое зеленое здание. Справа будет главный вход в музей. Это дом. Кстати, типичная преснинская постройка начала XX века, до революции. Находился в собственности разных людей. Сначала он принадлежал немецкому коммерсанту. Затем в 1915 году, после начала Первой мировой войны и антинемецких погромов в Москве, он уехал. В этом доме жил жандарм, который также поспешно покинул затроем в самом начале 1917 года. С марта 1917 года в этом помещении разместился преснинский райком партии большевиков. И человек, который его организовал, который пригласил большевиков, занялся в это здание, это преснинский рабочий, рабочий активист, которого звали Митрофанжаров. Он стал в 1924 году первым директором этого музея. В конце 1940-х годов было принято решение о передаче музея Пресни в ведение Центрального музея революции. Сейчас это музей современной истории России на Тверской улице. В середине 70-х годов к 70-летней годовщине Первой русской революции 1905 года был построен вот это здание для духа советского модернизма. Давайте поднимемся на второй этаж и пройдем на конец зала. Как вы видите, этот зал тематически разделен на две части. Первая с правого от нас рассказывает, так скажем, о мирной жизни, о повседневности этого района накануне Первой русской революции и слева от нас находится часть, которая повествует о ходе Первой русской революции и главным образом, конечно, о истории декабрьского вооруженного восстания в Москве. Собственно, главной темой музея Пресни. Давайте остановимся сначала на той части, которую рассказывает о повседневности. Ну, конечно же, главное, что нужно сказать о Преснинах человека, что это рабочая окраина Москвы. Это район, в котором располагалось огромное количество фабрик, заводов. С начала 19 века здесь развивалась промышленность и стремительно росла численность рабочего класса. в основном это были люди, которые приезжали из деревни. С начала 20 века почти половина из них относилась к категории безграмотных или малограмотных. Постоянно пребывали все новые работники преснинских фабрик, жили они в очень тяжелых условиях. И, конечно, главным предприятием Пресни была треугольная мануфактура. Или, как ее называли до революции, Прохоровская горная мануфактура по имени ее владельцев предпринимателей Прохоровых. Мануфактура это одна из старейших в Москве. Была она основана в 1799 году. Кстати, вы помните какое другое знаменательное событие для истории произошло? В этом году правильно. Первый Прохоров был выходцем из крестьянской семьи. Он смог выкупиться из крепостной зависимости и вначале в Москве он занимался пивовареньем. Он продавал пиво и вскоре как многие люди с предпринимательской жилкой люди которые проявляли деловую активность он стал контактировать со старообретческой общиной и обратился вместе со своей супругой в старообретческую веру и вскоре после этого они пришли к выводу что пивоваренье это совсем не тот бизнес который сочетается с их религиозными воззрения поэтому они решили начать начать новое дело собственно производство и окраску ткани так началась история прокурса треугольной манифактуры к началу 20 века на ней работало уже более 5000 человек то есть это было из крупнейших предприятий в Москве владело им уже четвертое поколение этой семьи вот вы видите портреты двух братьев которые к началу 20 века были собственниками этой фабрики условия были достаточно тяжелыми здесь вы видите фотографии рабочего общежития общежития за которое кстати рабочие должны были еще платить отчислять свои зарплаты каждый месяц деньги но кстати нужно заметить что Прохоровы несмотря на такой достаточно жесткий стиль руководства были также одними из первых русских предпринимателей которые выступили основателями частного ремесленного училища училища которое готовило будущих инженеров будущих квалифицированных работников этой фабрики так как до трети работающих на прокурорах в статуре руководной манфактуре составляют женщины и дети вы видите фотографию счастливых детей которые стоят за санглом именно эти дети и становились учениками этой ремесленной школы здесь вы видите фотографию учеников в одном из классов этого ремесленного училища надо сказать что дети тоже платили за свое обучение вычиталась у них из зарплаты небольшая часть дети работали обычно с 12-13 лет рабочий день на прокурорской манфактуре для взрослых составлял до 12 а иногда даже 14 часов в сутки для детей конечно он был чуть меньше но надо сказать что учились они без отрыва от производства то есть утром они работали дальше в обеденное время был небольшой перерыв и к 3-4 часам дня они шли учебу пройдем чуть дальше и посмотрим на фотографии других предприятий пресни но не буду пересчитать их все упомяну лишь несколько это Даниловский сахарфанатный завод это арматурный завод Смита вот кстати в советское время этот завод получил название пролетарский труд и был тоже один из крупнейших заводов пресни известный во время Великой Отечественной войны тем что он был одним из первых заводов который производил Катюша Интересно что находился он в Шмиттовском проезде то есть этот проезд назывался Смитовским а столом Шмитовским конечно это связано с именем знаменитого жителя Пресни о котором мы не раз еще упомянем в ходе нашей экскурсии Николая Шмитти и сейчас вы видите как раз фотографии той самой фабрики Шмитта это была мебельная фабрика не очень большая она не относилась к крупнейшим предприятиям этого района всего около 200 человек на ней работало чем эта фабрика знаменита она знаменита прежде всего не своим производством она знаменита своим последним владельцем Николай Шмитт был совсем молодым человеком в 1905 году когда он стал наследником наследником этой фабрики сама эта фабрика находилась практически на том месте где сегодня находится Белый дом и вот этот небольшой сквер рядом с Белым домом который в советское время назвался сквером имени Павлика Морозова и Николай Шмитт был убежденным социал-демократом Николай Шмитт был убежденным социал-демократом предателем своего класса в хорошем смысле этого слова кстати надо сказать что по материнской линии Николай Шмитт относился к одной из самых богатых московских предпринимательских семей а именно к семье Морозова знаменитый Сава Морозова был его родным дядей Николай Шмитт так же как и другие представители его семьи придерживался второбриятческой веры и здесь конечно можно было бы порассуждать о вообще вот этой связи строобрячества с революционной русской традицией причинах по которым очень богатые люди люди относившиеся к торговой и предпринимательской промышленной элите Москвы они были настроены крайне оппозиционно крайне радикально по отношению к существующей в Российской империи власти не будем на этом подробно останавливаться достаточно сказать что Николай Шмитт первым же своим действием качественного владельца завода будет 9-ти часовой рабочий день на своей фабрике это был абсолютный нонсенс для того времени еще больше нонсенсом были конечно действия Шмитта в дни разгара первой русской революции в дни начала всероссийской политической стачки в сентябре октябре 1905 года он на свои деньги покупает оружие своим рабочим выступает инициатором создания рабочей дружины на шмиттовском заводе на шмиттовском мануфактуре и эта дружина становится важной боевой единицей во время декабрьского вооруженного восстания в Москве о чем мы поговорим чуть позже судьба Шмитта достаточно трагична он был арестован в последний день декабрьского восстания 17 декабря 1905 года заключен в тюрьму которую он провел более года провел в тюрьме и была очень большая такая шумная компания за его освобождение которая в общем-то уменьшалась успехом но буквально за несколько дней до своего освобождения Шмитт был убит в тюрьме официально это было названо самоубийством хотя есть очень веские доказательства того что это было убийство убийство по всей вероятности совершенное охранниками его тюрьмы существует также довольно запутанная история связанная с наследством Шмитта которым завещал российская сталдемократическая рабочая партия дело в том что у Шмитта были две сестры эти сестры были официальными наследницами всего состояния семьи Шмиттов и также будучи убежденными сторонниками революционной сталдемократии они сделали все для того чтобы передать его наследство очень сложными путями через фиктивные браки которые они заключили передать его партия большевиков существует также достаточно сомнительная конспирологическая версия связанная с его наследством которая заключается в том что большевики были чуть ли не причастны к его убийству в тюрьме для того чтобы завладеть его деньгами версия это мало чем подтверждается поэтому не будем на ней остановляться подробно пройдемся дальше по этой части экспозиции связанной с историей 1905 года на Пресне вы видите здесь экспозицию рассказывающую о церквях этого района кстати я хотел бы обратить внимание на то что именно на Пресне находился один из двух католических костюмов в Москве это костюм непорочного зачатия на Малогрузинской улице наверное многие из вас его видели пройдемся чуть дальше мы видим фотографии известных жителей Пресне здесь надо сказать что большая часть конечно этих людей а здесь именно знаковые для русской культуры это и Манковский это и Шаляпин это и Николай Вавилов кстати интересно что отец Вавилова был одним из управляющих как раз Прокровской трогой манифактуры то есть его история лично история семьи она связана с одним из крупнейших предприятий Пресне надо сказать что большая часть этих людей конечно они жили в той части Пресне которая относилась к наиболее респектабельным районам Москвы то есть той части Пресне которая находилась уже в пределах центра которая находилась внутри Садового кольца Пройдем дальше мы видим перед собой вот эту странную инсталляцию с революционными лозунгами 1905 года впрочем эти лозунги не только революционные это лозунги самых разных политических партий политических сил которые вышли наружу и заявили о себе в полной мере именно после Октябрьского манифеста 1905 года который как вы знаете дал возможность свободы организации свободы собрания для практически всех для исключения политических сил ну многие из этих лозунгов вы наверное узнаете за веру царя Отечества тоже крайне правых политических сил союза русского народа образованного в осени 1905 года с другой стороны имеется лозунг в борьбе обретешь то право свое это девиз партии социалистов революционеров одной из двух главных революционных партий России накануне 1905 года и теперь мы с вами подходим к той части которая рассказывает о собственно ходе первой русской революции я не буду подробно останавливаться на достаточно хрестоматийном пересказе причин первой русской революции упомянулишь главный который вы наверняка знаете из учебников это аграрный вопрос нерешенное за десятилетия по реформе России это рабочий вопрос то есть условия жизни вот этого постоянно растущего рабочего класса крупных городов и прежде всего Петербурга и Москвы напомню что Москва к началу 20 века ее население переводилось за миллион человек то есть миллион двести тысяч примерно было жителей Москвы в 1905 году и конечно это русско-японская война война 1904-1905 годов война которая завершилась настоящей катастрофой вы наверное об этом знаете вы видите перед собой такой характерный плакат того времени выполненный в любучном стиле и в центре этого плаката человек который наверное не относится все-таки к разряду герой это великий князь Сергей Александрович Сергей Александрович Романов родной дядя императора Николая Второго один из наиболее близких к нему людей который был командующим Московского военного округа и генерал-губернатором Москвы и на следующем стенде вы видите портреты людей чьи имена были знаками для этого предреволюционного периода периода который отчасти определил лицо если не всей первой русской революции это по крайней мере организованное политическое его части вы видите портреты фотографии членов партии социалистов революционеров Чернова одного из главных лидеров партии социалистов революционеров ее ключевого теоретика который как и большинство представителей русского революционного движения в описываемый период находился в эмиграции и рядом с ним фото Бориса Савенкова одного из основателей боевой организации социалистов революционеров человек который оставил след не только в политической истории России но и след в русской литературе он известен как автор романов очень интересных романов Конь Бледный Конь Вороной которые я советую вам почитать и конечно как автор знаменитых записок террориста благодаря которым в общем-то мы и в основном и знакомы с историей боевой организации этой партии ну напомню что к 905 году эта партия совершила ряд совершенно резонансных терактов в частности они убили двух министров внутренних дел подряд Сипягина и Бледа достаточно большое количество жандармов правоначальников но главный их террористический акт самый знаменитый он будет впереди мы об этом поговорим чуть позже рядом ведь фотография лидеров русской социал-демократии Георгия Плеханова Владимира Ульянова Ленина Лева Троцкого кстати надо сказать что Лев Троцкий именно в 905 году впервые становится человеком известным значительной части населения страны потому что с осени 905 года он становится одним из лидеров Петербургского Совета рабочих депутатов ниже вы видите фотографию еще одного человека чье имя неразрывно связано с историей русского революционного движения однако так скажем с противоположным странным баррикад это Сергей Вальтий Ильич Слюбатов знаменитый руководителем московского охранного отделения начальник особого отдела в рамках уже всероссийской охранки чье имя собственно стало основанием для нарицательного понятия Зубатовщина что такое Зубатовщина Зубатовщина это тактика принятая российским охранным отделением по инициативе того же самого Сергея Зубатова которая заключалась в создании контролируемых полицией рабочих организаций эта тактика даже получила такое название полицейский социализм что такое полицейский социализм надо сказать что Сергей Зубатов был один из очень немногих деятелей правящего в России политического режима который понимал что главный главная опасность этому режиму главная революционная угроза исходит вовсе не только и не столько от групп революционно настроенной интеллигенции студенчества он понимал что главным взрывоопасным материалом будущих революционных волнений является тот самый пока молчащий но постоянно копивший ненависть и недовольство рабочий класс крупных промышленных центров и в